В областном эфире время программы «Слово депутата» и в нашей студии новый гость. Андрей Вячеславович Янушко, член постоянной комиссии Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию, депутат Гродненского областного совета депутатов, главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра. Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Андрей Вячеславович, выбирай сердцем. Именно такой фразой вы закончили свою предвыборную программу, когда мы говорим с вами о выборах в местные советы. Скажите, пожалуйста, эта фраза родилась специально к выборам или, может быть, это ваш лозунг по жизни? Ну, на самом деле вопрос достаточно интересный, потому что сама по себе предвыборная программа, мы рассчитывали на то, насколько можно просто и со вкусом, назовем это так, достучаться до наших избирателей, до наших людей. И, конечно, мы все вспомнили вот эту простую фразу «сердце не обманешь», что абсолютно имеет достаточно глубинный смысл, поскольку, что бы мы ни говорили, о каких бы мы информацию не пытались донести, все-таки сердце – это такой орган, который больше живет все-таки эмоциями, каким-то первичным впечатлением и какой-то обладает искренностью. И самое лучшее чувство и ощущение, которое мы испытываем, и на это был в том числе прицел, это именно то, что нам готовит и показывает наше сердце. Поэтому это был первый посыл. Ну, а второй, естественно, учитывая то, что я по профессии врач, врач-кардиохирург, и имею непосредственное отношение к сердцу, и в настоящий момент уже достаточно большое количество сердец таким или иным образом прошло через наш кардиологический центр. Поэтому это был уже дополнительно второй посыл, и это уже был такой не иносказательный, а именно физический непосредственно призыв к тем пациентам, которые прошли через наш центр и уже знали меня как человека, как врача и как специалиста. Андрей Вячеславович, вы родились в 1975-м. Ваш город по рождению – Минск. Вы представитель династии медиков. А как или при каких обстоятельствах вы попали в Гродно? Это было в 2014 году. Накануне, в десятые годы 2000-х годов, была в нашем государстве принята государственная программа по поддержке развития кардиологической службы в регионах, и было принято решение о строительстве и открытии кардиохирургических отделений, кардиологических центров в регионах нашей страны. Одним из первых, кто откликнулся на этот призыв и кто выполнил строительство замечательного кардиологического центра с очень мощным кардиохирургическим блоком, в том числе была и Гродненская область. Поэтому в 2014 году со стороны области была необходимость в развитии и в начале работы по высокопрофессиональному оказанию помощи кардиохирургическим жителям Гродненской области. С одной стороны. С другой стороны, так сложилось, что к этому времени мой путь в РНПЦ кардиологии в Минске был уже достаточно по продолжительности пройден, и хотелось какого-то расширения или какого-то увеличения нагрузок. И я понимал, что, наверное, это очень хороший шанс для того, чтобы помочь не только руками уже, но и в обучении специалистов, в том числе по созданию абсолютно новой для того времени отрасли в каком-то регионе. И поэтому, получив приглашение от главного врача кардиологического центра Гродненщины, от Долгошей Тамары Сергеевны, в 2014 году я с удовольствием согласился, приехал сюда. И вот уже, сколько, 10 лет тружусь в Гродно и все свои силы в настоящий момент именно прикладываю к тому, чтобы, как я уже и сказал, выполнять операции Гродненцам и создавать школу кардиологии, современной кардиологии, современной кардиохирургии в этом прекрасном городе. Ну, а может быть мы вспомним тот момент, когда или, опять же, при каких обстоятельствах в вашей биографии появилось депутатство? Это достаточно произошло неожиданно для меня. Я, накануне выборов в областной совет депутатов 28-го созыва, это было 6 лет назад, поступил звонок и с вопросом, не хочу ли я попробовать баллотироваться в депутаты от города Гродно, в Гродненский областной совет депутатов. Я подумал, наверное, не очень продолжительное время, ну и с радостью тоже согласился, потому что это было новое, это было интересное направление по своей работе, это было очень ответственно, и поэтому, на самом деле, очень увлекательный для меня такой процесс, и, соответственно, вот уже второй созыв, я работаю в том числе и депутатом. Ну, а если мы с вами говорим о предвыборной программе, я отметила, что в ней много пунктов, из 13, если я не ошибаюсь, именно 6, вы адресовали, так или иначе формулировали, про здоровье, про качественное медицинское обслуживание, про медицинскую базу, это была принципиальная такая ваша позиция? На самом деле, да, потому что среди депутатов в областных советах, ну, точно так же, как и среди депутатов Совета Республики, членов Совета Республики, достаточно большое количество абсолютно разных специалистов, людей, работающих в абсолютно разных сферах. И мне кажется, что этим это все и хорошо, потому что человек, который стал уже успешным в какой-то узконаправленной отрасли, он является профессионалом в этой области, и поэтому ему достаточно просто потом общаться по поводу этих вопросов, которые касаются его сферы, и он знает, каким образом можно улучшить какое-то дальнейшее течение вопросов и обстоятельств для улучшения и получения достаточно качественной, продуктивной информации и достаточно качественных, продуктивных каких-то продуктов конечных. И, безусловно, являясь врачом, для меня было крайне важно, чтобы я все-таки в большинстве своем мог проводить экспертизу вопросов, которые касаются здравоохранения, то, в чем я разбираюсь лучше всего. И я не претендую на то, что врач должен строить дороги, или, соответственно, точнее, я не придерживаюсь такого мнения, что нужно касаться всех абсолютно вопросов, в которых ты не можешь принести такую пользу, и в которых могут помочь тебе твои коллеги по цеху. Больше 50% программы настроены на социальную сферу. У нас социально ориентированное государство, в частности, на медицину, и поэтому это аргументируется только тем, что я являюсь сам по себе врачом. Ну и также я бы хотела отметить, что в вашей программе имеются и пункты, которые гарантируют в той или иной степени или обещают что-то подрастающему поколению, молодежи. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, ваш объективный, субъективный взгляд, Андрей Вячеславович, вообще надо ли делать ставку на молодежь? Я абсолютно, Ольга, уверен в том, что красота и молодежь спасут мир. Потому что если не обучить сейчас тех людей, которые приходят к нам на смену, соответственно, не дать им тот багаж знаний, который есть у нас, и при этом не научить их каким-то фундаментальным вещам, которые нам кажутся традиционными и должны являться традициями, по нашему мнению, в том числе и для них. Если мы сможем, с одной стороны, аргументированно подойти к этому вопросу и создать впечатление о наших традициях, благоприятные у наших потомков, и в то же самое время обучить их чему-то тому, что умеем мы, и к этому ко всему они еще приложат свои новые знания и со временем приложат свой опыт, только в этом случае будет какое-то развитие. Не только экономическое, но и душевное, и психологическое, и во всех абсолютно сферах. Солидарно с вами. Андрей Вячеславович, давайте будем говорить, что вы у нас еще и представитель Совета Республики, а именно у вас комиссия, вы член постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Почему именно эта была комиссия? Вами выбрана ли она вас выбрала? Были ли другие варианты? На самом деле структура Совета Республики включает в себя несколько комиссий, при этом, наверное, все-таки эта комиссия одна из самых близких непосредственно по сфере моей профессиональной трудовой деятельности, поскольку вот эта комиссия, она отвечает в Совете Республики за законопроекты, связанные с социальной сферой. То есть это сфера здравоохранения, сфера науки, сфера образования, сфера спорта, туризма. То есть это те вопросы, которые, с одной стороны, очень близки людям, а с другой стороны, и каждый из них думает, что у них разбирается. Но, с другой стороны, есть очень много нюансов, достаточно серьезных, очень узко, тонко направленных, очень специфичных, в тех, в которых должны разбираться люди, которые отдали этой профессии, этим сферам достаточно большой свой промежуток жизни, и которые получили уже определенный жизненный опыт вот именно в этих сферах и в этих вопросах. То есть предложение Совета Республики было именно таковым, и я, естественно, уже не видел для себя какого-то другого, иного направления для работы. Ну и давайте обратимся к недавним событиям. 12 сентября члены Совета Республики массово работали в нашем регионе. В каждом районе был проведен прием граждан. Такой провели и вы, были его участником в городе Гродно непосредственно. С чем, с какими вопросами приходили к вам избиратели? Что взято на карандаш или что удалось решить практически на приеме? Мы уже с апреля месяца проводим регламентированные приемы в своих избирательных округах. Именно членов Совета Республики и местные советы, и члены Палаты представителей национального собрания. И это носит регулярный характер. Я общался с коллегами во многих абсолютно сферах, которые работают. И мы, в общем-то, едины во мнении в том, что исполнительная власть на местах работает достаточно хорошо. Системных вопросов, которые беспокоят граждане, которые имеют смысл вынесения на какой-то серьезный законодательный уровень для того, чтобы поменять в той или иной мере законодательные какие-то проекты, нормативные акты, их практически нет. То есть, в основном, это индивидуальные какие-то случаи каких-то, назову это, может быть, совокупностью несуразностей, случайностей иногда в жизни, которые испытывает человек и который не может сам найти выход из этой ситуации. И, конечно, многие вопросы удается решить достаточно быстро, непосредственно, фактически, по звонку уже сразу после приема или во время приема. Это касается медицинских каких-то ситуаций. И следует отметить, что я хочу сказать большое спасибо коллегам своим, которые с большой радостью откликаются и делают все возможное для того, чтобы в целом какие-то конфликтные ситуации избежать. А если мы говорим с вами о едином дне, когда прошел прием граждан, скажите, пожалуйста, это единственная форма, которую вы практикуете в своем округе, возвращаясь к избирателям, как уже депутат и как сенатор? Или, на ваш взгляд, существуют и другие эффективные подходы? Мы используем несколько способов общения для обратной связи. На самом деле, в настоящий момент, наверное, с одной стороны проще, с другой стороны тяжелее. Потому что есть возможности каких-то коммуникаций постоянных путем социальных сетей, путем обращения по средствам массовой информации, через местные какие-то источники связи. И, соответственно, путем прямого общения на прямых телефонных линиях, путем проведения депутатских приемов на разных абсолютно уровнях. С одной стороны, это хорошо и достаточно, ну, в настоящий момент, наверное, актуально и для населения делает ближе того депутата, который находится с ними на постоянной связи. Но, с другой стороны, это огромная степень ответственности того человека, который постоянно находится в информационном поле и которому очень сложно в некоторых ситуациях бывает себя вести, потому что, пообещав что-то, хороший депутат должен выполнить то, что он обещает. А просто так говорить о чем-то, ну, не имеет никакого смысла. Поэтому, конечно, в этом смысле я поддерживаю все абсолютно сейчас сферы и направления по обратной связи. Единственное, что я хочу, чтобы абсолютно четко наши избиратели понимали, я говорю об этом постоянно, в том числе и на встречах с избирателями, о том, что зачастую наши люди очень путают понимание функциональных обязанностей депутата и местных органов власти, исполнительной власти. И на самом-то деле основная функция и задача депутата – это аккумулировать вопросы, которые есть у разных слоев населения, проанализировать их и посмотреть, какие из них нуждаются в каком-то системном подходе для изменения, в том числе нормативных каких-то правовых актов. Это одно из немногих прав, которые есть дополнительно у депутата по сравнению с всеми остальными гражданами. Потому что мы имеем право и можем и обязаны по нашим должностным инструкциям вносить изменения непосредственно в правовые акты, в нормативные акты и в какие-то предложения в законотворчество, в законодательные какие-то акты. И поэтому, безусловно, я хочу обратиться еще раз к нашим избирателям о том, что все-таки вы пробуете решить вопрос сразу с теми, кто должен этим заниматься. Если уже нет ответа никакого и, соответственно, нет возможности, и вы стоите в тупике, то, безусловно, тогда вам поможет человек, которого вы избрали и который является вашим законным представителем в местных советах депутатов. Спасибо за такой ответ. И, Андрей Вячеславович, время программы пробежало, пролетело незаметно, но не могу не спросить, не задать этот вопрос, который уже стал традиционным в программе слова депутата. На ваш взгляд, как меняется отрасль, в которой вы трудитесь? Вы не коренной гронениц, но все-таки живете здесь уже достаточно продолжительное время для того, чтобы видеть изменения, если они такие есть в областном центре. Как меняется регион? А как меняется наша страна? Очень динамично. Если очень коротко ответить на это, Ольга, то очень динамично. Все, что касается нашей сферы, она, наверное, одна из самых показательных. Почему? Потому что здравоохранение, особенно в высоких технологиях, оно развивается абсолютно стремительно. И все, что 10 лет назад было новинкой, в настоящий момент многие вещи уже отошли на задний план и считаются уже какой-то ретроградными направлениями. И поэтому я хочу сказать о том, что сейчас, в настоящий момент, здравоохранение Гродничины получило особый новый импульс у нас губернатор, который по своему образованию врач, я не могу не сказать этого, который разбирается абсолютно во всех вопросах. И не просто врач, а министр. Является профессионалом в области медицины. И да, это экс-министр здравоохранения, который очень хорошо знает потребности, необходимости, но и человек, который абсолютно четко определяет не только то, что необходимо, но и степень ответственности за то, кто это сможет выполнять и должен это выполнять. И он знает, что должно быть, как должно быть, и после этого уже принимаются решения по поводу того... В общем, на шаг вперед. Да, каким-то образом и, соответственно, стимулируются какие-то направления. Поэтому, что касается нашего центра кардиологического, тут, вне всяких сомнений, у нас очень динамичное развитие. Мы сейчас стоим накануне открытия абсолютно нового пионерского, я не побоюсь этого слова, даже в стране, корпуса диагностического, там, где будет непосредственно приемный покой вместе с огромной диагностической базой со стороны бюджета области, со стороны республиканского бюджета, при поддержке Министерства здравоохранения. При личном контроле, как я уже сказал, Владимира Степановича и при нашем участии мы пытаемся построить в настоящий момент такую часть нашего учреждения, которая должна отвечать требованиям оказания экстренной кардиологической помощи, в том числе и людям с кардиогенным шоком. Когда время идет буквально на минуту, это, еще раз повторяю, абсолютно пионерский такой проект, который после своего осуществления будет настолько, я надеюсь, соответствовать современным реалиям, что мы можем спасать еще не одну жизнь и не две, и речь будет идти о сотнях, а может быть и тысячах. Огромное спасибо, Андрей Вячеславович, за то, что вы согласились стать участником нашего эфира. Спасибо, Ольга, за предоставленную возможность. Я хочу со своей стороны пожелать вам всего самого наилучшего, успеха в дальнейшем. Программа очень значима для наших людей, и мне очень приятно, что вы нашли время для общения со мной в том числе. Спасибо, спасибо. А с нашими телезрителями я прощаюсь. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok